Мой родной город Тарас Это длиннейший город Казахстана возраст которого более двух тысяч лет Тарас некогда был богатейшей столицей, государства Карахадинов Важный звеном на великом шелковом пути Отсюда дороги сли в Китай, в Иран и в Византию О чем еще рассказывают доменки моего города В 18 километрах от города Тарас находится сооружение удивительной красоты Музолей Айша-Биби, который был построен в 12 веке С этим местом связана древняя степная легенда о трагичной любви Айша была дочерью известного ученого и поэта Шелемена Бакаргани Она отправилась к возлюбленному Карахану, который тогда являлся правителем Тараса Чтобы втайне от всех вступить с ним в брак, Мусолчана погибла от вкуса змеи Убитый горем жених возле красивейший мавзолей в честь девушки И всю свою жизнь посвятил уходу за ним Попутница и няня Айша-Биби Бабаджи Хатун стала хранителем мавзолея И после смерти была похоронена в 20 шагах от Айша-Биби в мавзолее Бабаджи Хатун В центральной части города Тарас на пересечении улиц Толеби и Байзак-Батыра Находится в мавзолее Харахана, возлюбленного Айши Харахан был всемогущим правителем Хараханической династии Слова о нем гремела на всю Центральную Азию Хотя исторически его опишут как хромного хана Который, несмотря на свои несметные богатства Предпочитал жить незаметно среди народа В западной части современного Тараса на улице Шелеменова Находится среди рекорда караван-сарай Торткуль Который когда-то находился на Великом Шелковом Пути Это место являлось стоянкой для путешественников Караван-сарай Торткуль выполнял важные функции В первую очередь это встреча торговых караванов Об устройстве их отдыха Безопасность имущества и свободная торговля Все было подчинено приему Сразу большого количества людей и животных Отдельные комнаты и группа комнат в одном коридоре Хранилище и мастерские В каждой из комнат расположены суфа для отдыха Тандыр или небольшой чад Единая посуда, которую заказывали у одного мастера На юго-восточном окраине города На правом берегу реки Талас Возведенный на вершине одноменного холма Расположен архитектурный памятник 15 века Мавзолей Чик-Турмаз Мавзолей считается местом дохоронения султана Махмудтхана По одной из легенд он был местным, святым По другой командующим войсками караханидов Рядом находится Мавзолей, сооруженный над могилой великого казахского батыра Бамбета Название Чик-Турмаз в переводе с казахского языка Отначает не просто так стоит, беспокойное место В пору своего правления султан Махмудтхан был человеком очень беспокойным Все держал под контролем, часто устраивал проверки Народ говорил, смотрите, снова идет беспокойный Чик-Турмаз Годами за ним закрепилось это прозвище Наш город полон тайн и легенд По сей день земля хранит следы цитадели, караван, сарай Здесь есть десятки исторических архитектурных памятников Все они включены в список сибирного наследия ЮНЕСКО Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok